добрый день наш сегодняшний блог о трех вещах трех идеях это аллаха еврейский закон немного о детстве и немного о правильном рациональном использовании времени ну из других ресурсов история началась с того что на этой неделе я сидел в очереди в аптеке и что делает человек когда сидит в очереди в аптеке ну либо общается с кем-то вокруг себя либо разговаривать по телефону либо как наше время просто пялиться в телефон что-то в нем читая изучая знаю но у нас у евреев есть свой способ времяпровождения у меня в кармане есть вот такие книжечки по поводу сферата омер я читал о сферата омер счет омера на каждый день какое-то есть короткое объяснение в этой книге о том что означает работа служение исправление этого дня сижу читаю вдруг мой взгляд падает на моего соседа который сидит рядом со мной и он читает книгу которая называется лихьотка аллаха жить по законам торы не стало интересно что это такое за название и и я посмотрел что это не попросил него и он низко показал вот там в аптеке кто-то положил автор этой книги положил ту книгу и в ней есть обсуждение всяких актуальных законов торы законов повседневной жизни которые люди не часто часто встречаются прошу прощения часто знаю встречаются этими ситуациями но не знают как вести себя с точки зрения аллахи с точки зрения еврейского закона мне стало очень интересно я посмотрел что пока буквально каждый вопрос который здесь поднимается в этой книге он актуален когда-либо в течение нашего обихода нашей нашего быта и первый вопрос который меня заинтересовал поскольку он связан немножко с моим детством я помню еще с детства моя мама чтобы она была здорова всегда говорила что не нужно резать против руки и объясняла этим что можно порезать руку когда ты режешь берешь там мясо или овощи и тебе нужно их порезать нужно положить на тарелочку или на стол и резать их не на руке не как она всегда говорит не против руки почему можно порезать например мама обычно даже не аргументировала нельзя и все так бабушка так твоим когда она говорил так моя мама говорила я же очень чай уже очень часто обнаружил что все эти фразы так моя мама говорила не на самом деле еврейские традиции и например моя бабушка проверяла яйца да то есть не клала яйцо с кровью никогда в еду а всегда проверяла яйцо это тоже такая аллахи аллахическая идея проверять яйца мы это делаем все время сейчас и в общем я открыл эту книгу и натолкнулся на то что оказывается он приводит источник этого закона автора этой книги оказывается я не знал об этом да видите надо учиться лучше наверно хотя гемору источник этого закона я видел что я читал может как-то не обратил на это внимание так вот написано что можно ли порезать мясо держа его в руке и он говорит что нет нельзя нужно обязательно положить на стол или на тарелку и приводит что этого есть источники в мишнабрура есть источники в талмуде и не обязательно если это мясо любая вещь она должна быть порезана не на не против руки то есть вот такой очередной пример того что многие вещи которые сохранялись например в моей семье или во многих наших семьях на самом деле их источник в аллахе это о том как бы что мы в какой-то степени все родом из детства и все вот это соблюдение которое мы сейчас продолжаем на самом деле мы его не начинаем и продолжаем традиции наших отцов бабушек дедушек это не какое-то новое мы не новые адепты мы на самом деле просто возвращаемся как мы говорим к вере наших отцов это один пример одна идея которую хотел сказать другая идея смотрите какой молодец этот человек автор этой книги он положил это в аптеке и теперь любой человек может очень короткие вопросы вот что-то типа наших блогов до короткий вопрос на него короткий четкий ответ человек может с большим кпд использовать вроде бы потерянное время сидения в очереди это такой как бы очень еврейский правильный с точки зрения туры подход что называется не цулязман правильно используйте свое время любая минута может быть вами использована для духовного роста для какой-то пользы вот собственно говоря что я хотел сказать сегодня это еще раз мы можем использовать свое время мы должны помнить и знать что мы родом из детства и вот такая вот интересная книга которая позволяет давать ответы на многие актуальные вопросы я думаю что мы к ней будем еще не раз возвращаться в наших блогах большое спасибо 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 спасибо